Yo, what's up, gang? Вы на канале Kicks Contest. С вами Лёха Матрас, FlyWide. Для тех, кто впервые к нам присоединился, цель нашего проекта протестировать все баскетбольные кроссовки и выставить им оценки по собственному жесткому мануалу, учитывая все аспекты и нюансы игры в баскетбол и влияние экипировки кроссовок на игру, тем самым уберегая вас от травм и лишних трат. И сегодня мы хотим представить вам топ-5 лучших моделей первой половины сезона и топ-3 худших моделей первой половины сезона. Let's go! На пятом месте 36-я флагманская модель Jordan Brand, чьи предшественники последние два года становились одними из лучших моделей всего сезона. В этом году флагман тоже весьма интересен со своими фишками и особенностями. С прозрачным корпусом, невероятным уровнем вентиляции и отличной тракцией. Единственное, что подвело, это наболевшая проблема у Nike с нехваткой амортизации в пятке. Но тем не менее флагман плотно закрепился на пятом месте этого топа, набрав 87 баллов. Nike GT Run тоже набрали 87 баллов, но они по праву заслужили место выше за счет своей универсальности, ибо они подойдут как маленьким разыгрывающим, так и большим бугаям, да и стоят они на косарь дешевле 36-х. Основной козырь этой модели это амортизация. Редко в последнее время у Nike встречается что-то годное в этом плане, но здесь в подошве Triple Chicken McMuffin, и он реально работает. Подвел один момент, когда они мне натерли пальцы, когда я сыграл игру в тонких носках, но в остальном это чистый мед, так что обязательно посмотрите полный обзор. На третьем месте у нас первая именная модель Трея Янка, и сразу же такая крутая. Основным козырем здесь опять же является амортизация. Adidas забомбили туда слой Light Strike, а пятку закрепили мощным слоем пены Boost, который я затестил прыжками на асфальте. Из минусов есть небольшие нюансы в плане отсутствия вентиляции и не самых премиальных материалов, хотя несмотря на это кроссовки смотрятся очень годно, имея при этом пока что самый высокий балл среди всех протестированных моделей в этом сезоне. На третьем месте Puma Clyde All Pro Team, которые являются слегка модернизированными просто Clyde All Pro, и они ничем не отличаются по функционалу. Да, они набрали меньше баллов, чем все предыдущие модели этого топа, но так как новая система оценивания учитывает еще и стоимость, то они попадают в категорию выше, так как имеют средний ценовой сегмент, а с теми скидками, что дают на них сейчас, это вообще бюджетки. Puma Clyde All Pro отлично подойдут разыгрывающим. Они максимально легкие и мягкие. Плюс ко всему, из-за необычного рисунка протектора, кроссовки вгрызаются даже в запыленный паркет. Единственное, что не рекомендовали бы их игрокам с проблемными голеностопами. Ну и на первом месте Puma RC Dreamer, который перезапустили в этом году, и мы даже специально протестировали свежую расцветочку, чтобы убедиться, что это те же самые кроссовки, и это оказалось так. С учетом всех скидок, которые на них дают сейчас, они тоже попадают в раздел бюджетный, и возглавляют наш рейтинг как самое оптимальное решение для покупки, при учете цены и функционала. Они не провалились ни по одному из показателей, и особенно отличились своей тракцией и безопасностью. Также Dreamer попали в наш топ кроссовок для улицы, благодаря жесткой подметке и прочному корпусу. Ну а теперь рассмотрим топ-3 худших моделей этого сезона, и за сколько бы вам их не предлагали, мы рекомендуем их обойти стороной. Открывает стрёмный топ Puma Triple. Если честно, мне было страшно в них играть еще до того, как я их надел. И когда я все-таки решился, все мои опасения подтвердились. Кроссовки абсолютно непригодны для игры в баскетбол, допустимы только для лайфстайла, ну максимум на функциональный тренинг. Ни о какой амортизации и фиксации стопы речи не идет. При этом использованы самые бюджетные материалы, из-за которых кроссовки выглядят максимум на 4 тысячи. Второе место Adidas Pro Nex 2021. Бюджетные кроссовки, бюджетные материалы, абсолютно дубовая подошва, движения все скованы. Но надо отдать должное, впервые я забил в них мельницу с двух ног, так что я оставил их себе на память, но вам не советую. Самая жесть в этом году это KD14. При своем-то ценнике очень привлекательно выглядят, но по функционалу полный провал. Вентиляции нет, амортизация полностью провалена, у кейка пятка полгода болела. Все очень плохо с фиксацией, как в носке, так и в пятке, но и стабильности в них нет никакой. Можете посмотреть полный обзор, как я их там скручиваю и как я там на контесте, кстати, прыгаю. Ну а полный список всех протестированных моделей в этом сезоне, а также проверенных мест, где их можно приобрести, висит на нашем сайте kickscontest.com Для того, чтобы поддержать наш проект, обязательно оформляй спонсорство на YouTube. Этим ты не только сможешь видеть раньше на неделю все новые видосы, но и поддержишь наш канал, и контент будет намного качественней и круче. Плюс там еще выходят иногда дополнительные видосы, бэкстейджи и прочее. Там есть разные уровни, на некоторых уровнях даже можно получить бесплатно мерч. Кстати, насчет мерча. У нас новые майки, двухсторонние kickscontest, такая вот беленькая с обратной стороны, bench, 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 и легендарные звездные штаны, легкий матрас Flywhite, которые вы все так просили, и теперь их можно приобрести на нашем сайте, либо на Wildberries, и все ссылки, естественно, будут в описании. В описании также будет ссылка на наш Instagram, где мы выкладываем анонсы новых пар, свежие релизы, всякие новости про кроссовки, данки иногда. В общем, подписывайтесь, там будет интересно, чтобы ничего не пропустить. Также, чтобы не пропустить очень крутые предложения на баскетбольные кроссовки, обязательно подписывайтесь на наш Telegram канал, там мы иногда выкладываем наши тестовые пары, которые мы продаем, и просто разные предложения со скидками. Вот реально, можно просто урвать очень дешево, очень хорошие кроссовки, новые. А с вами был Kicks Contest, Леха Матрас, Flywhite. Я поздравляю всех с Новым Годом, ну и естественно, как же без этого? Всем peace, кушайте супчик.